Моисей Потому и было два пророка, основных Моисей Науку не любят, тем более Христову науку Мы встречались с господином Острецовым Как это, что вы все слышали А наша задача, чтобы вы слушали, смотрели, думали, принимали решения Раз мир создан разумом, мы ничего не навязываем Значит, законы этого мира и законы Просто, как паровоз Всемирный еврейский конгресс не читаешь сам? Нет, да? Почитайте Так, как вам подписано? Можно, конечно Сейчас, сделайте добрую службу, пожалуйста Вы просто уходите Вы же эту книгу знаете? Я ее читал по крайней мере три раза И все время У меня есть один экземпляр вот такой Расчерканный Исчерканный Я как надо туда подглядываю О, глобальная волна, дорогие друзья Примерно так должны быть раскрашены автомобили Проекта глобальная волна Так, ты в кадре Женщина в темных очках Это у нас еще одна соведущая, дорогие друзья А мы едем встречаться с господином Острецовым Физиком-ядерчиком В ютубе вы можете посмотреть На телеканале Совершенно секретно Кто рассказывает о состоянии урановой отрасли И каким образом самолет может запихнуть прибор под названием ускоритель Нажать кнопку, повернуть клавиши И ядерный реактор авианосца, предполагаемым противником, может быть уничтожен Мы хотим пригласить господину Острецову на встречу Русский прорыв День космонавтики На мультимедийную онлайн заседание, конференцию Русский прорыв Стоп, снято пока Снимаем на улицу 905 года Едем по ней Вот он, нарушитель, дорогие друзья Снимаем Вон он Фролов Кирилл Духовный писатель 21 века Здравствуйте, здравствуйте, Кирилл Мы ждали вас Мы ожидаем вас Для того, чтобы взять у вас интервью Ну вот видите Я вышел на Стрель Всегда в самый центр Центр трассы Центр процесса Потому что мы едем К великому православному физику Едерщику Путер в России Для того, чтобы Говорить о церкви и науке Вере и науке И о том, чтобы День космонавтики Стал Днем православной космонавтики И русского прорыва И русского прорыва Науку не любят Тем более Христову науку Кирилл Ну, докладываю вам Значит, вчера я был на площадке Невополитиков С кем мы встречались Да И я Да Это звучит гордо Да Там был многоуважаемый Исполнительный секретарь Изборского клуба Господин Нагорный А, знаю его И в самом начале мероприятия Я попросил слова И довел до сведения Что патриотически настроенная Общественность, молодежь Провели публичные переговоры И получили благословение На проведение Мультимедийной онлайн Заседания конференции Русский прорыв Соответственно И пригласил Господина Девятого Выступить на заседание Я думаю, что в публичном пространстве Нужно говорить следующее Что по благословению Священной начали Русской православной церкви Мы ведем переговоры Со Всемирным русским народным собором По поводу данной акции Назад пути нет Предложение Провести это на самом современном Мультимедийно-технологическом уровне Но при этом должна быть очная встреча Ведущих участников Как круглый стул Всемирного русского народного собора Есть договоренность В подобном формате По статусу проведения мероприятия Будет присутствовать Отец Всеволод Чаплин И в случае значимости Этого озвучиваемых проблем После продолжительных Общественных обсуждений Эта тема Может быть доведена И до патриарха Но У нас сегодня есть возможность Предоставить патриарху Возможность незримо быть вместе с нами И наблюдать Что ж дай бог Я вот о чем говорю Что можете ли вы Согласовать вот это видение Что заседание Упор сделать Обязательным должен быть Онлайн трансляция И поскольку помещения там большие Желательно Я двумя руками За онлайн трансляцию Прекрасно Это просто шикарно И Вияковцы Ожидают Когда Отец Всеволод Чаплин Сможет посетить До 12 апреля Ну еще тогда Надо сургулировать В форме краткой записки Мне отправился Всеволод Россия и Тихоокеанство Хорошо Спасибо У нас водитель что-то нервничает Что происходит Контролируй дорогу пожалуйста Не могу одновременно Так я тоже Так пока Снят Пока прямо едем Да Что пока снято Едем к господину Острецову Так Так вот С ветхим заветом Ситуация Потому и было два пророка Основных Моисей И вот мы пришли В Академию Геополитики Дорогие друзья Да Ведь глобальная волна Очень много Говорит о развитии О геополитике О геополитике Это точно Мы видим что Академия Недавно освещена Ну я бы не сказал Что недавно Но видно что освещена Игорь Николаевич Здравствуйте Меня зовут Ярослав Старухин Здравствуйте Я в одном лице И оператор И режиссер И модератор Извините меня Да Наша ведущая Присаживаемся Академия Геополитики Не только геополитика Но и математика И физика Все Поэтому к вам пришли Патриотически настроенные граждане Так Отлично Инициатором сближения Православия И науки Выступила я Познакомившись С двумя этими Прекрасными людьми Которые представляют Один из Ну наверное Основных Активистов Вступающих в защиту Православных ценностей Мы не выступаем От имени церкви Нам никто Такого права не давал Но ведем диалог С все В священном начале Вписано в соборном документе И отстаиваем Православные ценности А вот теперь Не для Не для СМИ СМИ Да Потому что СМИ Просили выключить Не для протокола Да Состоялось Потом будем Выключить Ну ты просто скажи Выключить Пока выключить Скажу Да Пока выключить Кто вас привело Да И вот собственно говоря Дорогие друзья Нам разрешили Опять включить камеру То есть 12 апреля Да Ну предварительно Предварительно Да Еще осталось Определенное Количество времени На подготовку Не так много Да Так А как вы нашли Игоря Николаевича Острецова Если не секрет Расскажу Да Значит Где-то В одном из кабинетов В разговорах Я слышал Что есть православная физика Острецов Которая работает В сфере Самых передовых Технологий Я стал думать Для того Чтобы такой диалог Состоялся Это еще был До встречи У святейшего Кто-либо должен Участвовать Подожди Вот И я даже сейчас Не могу сказать Где в первую очередь Как люди Другодудлили Которые пишут Книги Они где-то Слышат Другодудли То есть Я искал Православных Православно-ориентированных Ученых Потому что Я давно В этой теме Потому что Основной лозунг Всех врагов Церкви Отечества Это развести По разные стороны И противопоставить Церковь и науку Особенно Вот эти все Либерасты Они Троцкого Повторяют И Губельмана Ярославского Что Темная Православная Тянут страну назад И так далее И так далее Знаешь Конечно Наоборот Православие Тянутся Вперед Именно Как сказал Патриарх Кириллов Именно Русская церковь Сознала Из Руси Да нет Аргументация Совсем Простая Должна быть Я обычно Всех оппонентов Затыкаю На первой минуте То есть Отсуждать Собственно Ничего Можно Достаточно Легко Показать Что Мир Вне Разума Сознан Быть Не может Я просто Вот в своей книжке Доказал Строговый Театр Ну раз Он создан Разум Значит Все законы Которые Здесь Действуют В частности И вся Наука Это И есть Ничто Иное Как Просто Закон Божий Один Так Сознан Вернее Даже Вся Наука Есть Закон Божий То есть В виде Притчи Евангелие Изложено Почему Просто Потому что Народ Был Неграмотный Нельзя Написать Был Языком Теории Много Вот Все А сейчас Уже Так Сать Уровень Развития Стал Достаточно Высоким И все Это Можно Изложить Абсолютно Строго Что Я Собственно В своей Книжке И сделал Никакой Никакой Тут Мистики Нет Любой Человек Заткнется То есть Наука Это И есть Даже Нечего Спорить Един Не Един Адап Зарелегий Это Это Чем Раз Зарелегий И не Выполняет Значит Ты Получаешь По шее Вот Все Все Крайне Просто Поэтому Я Всегда Говорю Что Демократия Это Самое Преступное Социальное Организация В История Человечества Потому Что Она Дает Власть Ни разуму Ни знанию О толпе Которая Орала Распни Его И мы После этого Поддерживаем Демократию Есть Ли больше Грех Как Иван Хронштадтский Писал Да Демократия В аду На небесах Царства Конечно 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 Об этом Говорили очень многие А мы все ходим в церковь И будто этого не знаем Очень правильно Я всегда цитирую Тютчеву В этом отношении Он очень точно сказал Что И промысел его Неведом Нам промысел его Неведом Потому Что Верим мы в него Но веры нет Ему Это действительно так Потому что Мы желаем Вроде бы Ему верить Но Исполнять его Законы Мы не желаем И сколько написано Там все написано И все люди читают И вроде бы Делают вид Что ничего не понимают Ну возможно Не понимают Действительно А? Ну возможно Да Не хотят Понимать Потому что Это невыгодно Кто-то не хочет Кто-то не понимает Вот в чем вся трагедия Хватит И С этой точки зрения Почему Церковь Потому что Это институт Который говорит о том Что мы все созданы Богом И имеем право Жить на этой планете Или на других Планетах В достатке В благополучии Вот И Собственно говоря На данный момент Представляется Что только Научные технологии В состоянии Обеспечить Достойное существование Людей Конечно Ведь Понимаете Тут ситуация Крайне простая Вот Сейчас собственно Альтернатива Концепция Золотого миллиарда Проходит И в этом случае Уничтожение Пяти миллиардов Человек Либо Уничтожение Элиты Ста миллионов Человек Ну есть вообще Третье возможности Это если все По разуму делать Тогда То есть Можно спокойно Войти Из ситуации Но это Крайне маловероятные Процессы Поэтому По факту Поскольку люди Валяют дурака Будет кто-то Наказан Я всегда говорю Что в науке Не бывает Понятия Хорошего И плохого Если бы Наука Определяющая Законы Этого мира Показывала Что нужно Уничтожить Пять миллиардов Человек Я бы немедленно Был бы с той стороны Которую уничтожают Пять миллиардов Человек Потому что Это наука Но наука Показывает совершенно Другой результат Что будет уничтожена Это строгий Научный результат И поэтому Я с этой стороны Человек Разумный Находится Там Где Наука А дурак Находится С другой стороны А потом Он вяжет Что его Видите ли Вешают Несправедливо Самого умного Как вот пишут Про этих Про репрессии Тридцатых годов Они Видите ли Самые были умные Покажите мне Хоть одного Умного Кроме Болванов Там Никого Не было Поэтому Наказываются Совершенно Справедливо И те Которые Это Заслуживают Ибо Невиновный Не наказывается А математически Это возможно Доказать Естественно А можно Человеку Заполнить Какую-то Анкету Пройти Исследование И ему Математический Прогноз Какой Вероятность Затем Есть просто Строгие Так сказать Законы Этого мира Вот я Пример Привел Скажите Что Я не верю В то Что если Я прыгну Там Семиэтажного Дома И при этом Разобьюсь И прыгните Сразу Получите По шее И доказывать Нечего То есть Все законы Которые В мире Существуют Их надо Выполнять Значит В естественных Науках К этому Слава Богу Более или менее Привыкли Хотя И до сих пор Дури много А вот В социальной Сфере Принимать Законы Мироздания Вот никак Не хотят Вот я специально Книжку даже Написал Сейчас вот Один священник Наш С Валек Хорош знакомый Редактирует Значит Он Грамотный Мужик И Достаточно Квалифицированный Сядет Она Кстати Вот значит Одобрена Патриархом Я не знаю Кто ее там Вот видите Она Одобрена Патриархом Он написал Мне Соответствующую Бумагу Потом Имя Савва Имщиков Известно вам? Ну конечно Вот Это мой друг Мы с ним Учились В одном Классе Вот его Предисловие Здесь И больше Того Там есть Даже Заключение Эксперта В Академии Это вот Совершенно Точная Книга Потому что В ней Построена Социальная Наука Потому что Вот На всех встречах На которых Я бываю Круглосалат Там вот Как-то Собрали Нас В Псковской Области Значит Там присутствовали Все Там Одного Нашего Знакомого Пансионат И Он там Собрал Все Кургиняна Карамурзу Там Ну да Черт Я их Всех Не помню Вот Сели Все Заскудили Я ему Говорю Мужики Ну че Мы сейчас Будем Опять Каждый Сядем И Каждый Своё Будет Чего-то Говорить Я говорю Давайте Договоримся О двух Вещах Первое Что Мы будем Делать Социальную Науку Как только Договоримся После этого Второй Вопрос Как делается Наука Когда мы Это обстоятельство Поняли После этого Начнется Конструктивная Работа Никто Не хочет Потому что Они понимают Что сразу Все выпадут У посадок И все Эти Политологи Социологи Экономисты Которых Сегодня До чертовой Матери Останутся Не у дел Потому что Если есть Закон Ома Ну хоть Удавись Два пальца В розетку Никто Не суёт И обсуждать Нечего И голосовать Нечего Как только Вы законы И в любом племени Томба-юмба Об этом Знают Конечно Как только Законы Установлены Обсуждать И чесать Языком Больше Нечего И дальше Надо жить Поэтому Никто Не хочет Потому что Сегодня Политологов До чертовой Матери И каждый Видите ли Своё Видение Рассказывает Да кому Она на кой Чёрт Нужно Потому что Сколько народу Ходит на улице Столько И видели А надо Сделать науку А наука Вот она Я всем Предлагаю Давайте Сядем И обсудим Кто Чего-нибудь Хоть Возразит Хоть На йоту Никто Ничего Не возражает Шарахаются Науку Не любят Тем более Христову Науку Нет Не то что Не любят Даже Гнобят А этому Сознательно Знаешь Сознательно Я вот еще раз Тюльчеву процитирую Значит Он скучно Сказал Нам промысел Его неведом Потому что Верим мы ему Но веры Нет ему Тюльчеву То есть мы В существовании Бога верим А то Дорогие друзья Мы исполняем Рашид Я вам покажу Как раз Приходит Какой-нибудь Олигарх И так сказать Крест Да тебя Паразита Вообще Немедленно Надо Вообще Не поймешь Куда Можно Как вам Как старшему поколению Покажу Один из Элементов Тому Чему я Вот научился Прошло Небольшое Заседание Дорогие друзья А сейчас Наступает Рекламная Пауза Каждый из вас Может помочь Академии Геополитики Господину Острецову Православному Движению Да неважно Заказывайте Посылайте Запросы В электронные Магазины Что вы хотите Купить В введении Философию Ненасильственного Развития Автор Острецов Сейчас мы узнаем Сколько экземпляров И есть ли эта книга В интернете Нет Уже практически Нет Она в интернете Есть В свободном доступе На сайте Переправа Орг Мэк Переправа Орг А в печатном Варианте А в печатном Уже немножко Осталось Леонид Григорьевич Чевашов Здравствуйте 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 Наступающим праведом Как всегда Ярослав Глава Ассоциации Православных Экспертов Ярослав Старухиев В Венцах Я у Затурина работаю Отделом Старухской Православной Церкви Не мешает Не, не, ну что Наоборот Может быть Вам будет интересно Можете выделить нам Несколько минут Подожди Сейчас у меня звонков Накопилось Я думаю Будет это интересно Нет Ну мы тогда Как закончим Да Позовем Позовем Потому что Леонид Григорьевич Представитель военной науки Вот в этой встрече Ну Я бы не сказал Что он только Представитель военной Идеополитической Он так сказать Начал Очень Он в принципе Ну один из родоначальников И о политике В России Поэтому В этой встрече Семенного русского народного собора Если сам Бог велел Чувствуйте Если он сможет Конечно Он приедет Сейчас Завершу сюжет Дорогие друзья По книге Просто очень многие зрители Задают вопросы Какой учебник Порекомендуете Как обратиться Вот сейчас Вы получили Как бы Достоверное Сведение О том Кто выдал рекомендации И родитель сам Принимает решение Какую литературу Читает его ребенок Поэтому Даже если нет Этой книги У того или иного Интернет-магазина В наличии Бумажного Высылайте запрос Если эти запросы Накопятся у одного Поставщика Несколько тысяч Он найдет Господин Острецов И скажет У нас есть заказы Нас одолевают Желающие купить Вашу бумажную книгу Вот это и есть Самое Натуральное С миру по нитке Каждый из нас Может сделать запрос И будет положить Тираж Мы потом сделаем Опять репортаж И узнаем Как это работает Это и есть Краудсортинг И краудфандинг Это вот Слав Кремщиков Мне помог Издать вот эту книжку То есть Ваш знакомый Ваш знакомый Ну да Это известный Реставратор Как его называли Савелий Мщиков Деньи русской культуры Савелий Мщиков Его в детстве Мы звали Слава Потому что Имени Савелия Он стеснялся Когда был Я уверен Что рождастся звонок И скажут Как на вас выйти Мы хотим Отпечатать Несколько тысяч экземпляров Да пожалуйста Я могу так сказать Может ему неудобно Говорить Да Значит А история Вот этой книжки Это его Что он Так я полагаю Он там Может раньше думал Я полагаю В 86 году На Зеленом мысу Знаете Да Чернобыльская Катастрофа Игорь Николаевич Острецов Руководитель спецгруппы Министерства Энергетического Машинстроения На этой А я Так сказать Его зам Я там просто работал Жил в Припяти Все Вот И вот Гоняя астронцы На пароходе Мы с ним спорили Да хрипоты Спорили Подогретой чашкой Чаю А они прогоняя Еще астронцы Вот О том Что он Мне говорил Надо начальников Всех убрать Я говорю Да как так Игорь Я сам всю жизнь Начальник Как их можно Умирать И так далее А потом Вот Я как считаю себя Как мать Акушер В рождении Этой книжки Понимаете Мы очень многое Обсуждали Спорили И вот Это вот Когда мы Издали Первое Издание Было В Ростове Я жил В Тагонороге Издали Мы ее В Ростове На Дону И вот Идем Приехали Из Ростова Идем На следующий день В Гараж И я Я ему Задаю Простой Вопрос Я говорю Игорь Ты представляешь Значение Этой книжки Вот То что мы С тобой Там Заниматься Мы Занимались Еще Как Надо Сделать Безопасную Ядерную Энергетику Мир То ядерный По определению Да Его надо Сделать Безопасным Как Вот Его Сделать Мы Об этом Говорили По этому Поводу У нас Так Создать Этой Идеи Как Это Сделать Вот Но я Все равно Считал Что Эта книжка Главнее Даже Чем Ядерная Безопасность Она Родится Рано Или Поздно Человек Пройдет Через Кучу Но Это Книжка Главнее Потому Что Здесь Правильно Ее назвали В Академии Наук Тоже Интересная История Как там Пробивалось Это все Дело А вот Эксперты Академии Наук Очень Точно Дали Определение Это Образец Постнеклассической Науки Образец Постнеклассической Серьез Кстати Тоже Ее Не сразу Приняло Я помню Звонил Когда мы Направили Патриарху Еще Алексею Я звонил В приемную Туда И Разговаривал С одним Из Помощников Он говорит Я кандидат Философских Наук Мол Там же Математика Человек Даже Не понимает Что Бог Говорит С нами На языке Математики Он не понимает Философ Он по образованию Это книжка Я хочу сказать Что Это книжка Конечно Как говоришь Для детей Она конечно У меня Голубая мечта С того Самого Дня Как Ее Написать Надо Для детей Для школы Чтобы просто Так сказать На простые Все Показать Это Надо сделать Но к сожалению Некогда Это Самая главная Книжка 21 века Это Я без всякого Неудобно Сказать Но я Так сказать Говорю Потому что Я Свидетель Ее рождения И абсолютно В этом Уверен Понимаете Когда человек То есть Это Впервые О чем Вы пришли Говорить Как науку Как вроде Это неправильное Религия Это неправильное Это есть наука Это есть наука Я всем говорю Ребята Ну Вы же Подумайте Учить Людей Грамоти В монастырях Начинали В монастырях Вот Монастырское Братья Потому что Им кто-то Чего-то Передал Эти все Все вещи Поэтому Там их Начинали Учить Поэтому Это все Единое Он об этом И говорит Если есть Мироздание Его надо Познавать Вот он Доказал Абсолютно Математически Уже физики Математик Вы думаете Он верующий Человек Был То что Называется Изначально Я просто Серьезно К себя отношусь Ну Серьезно К себя Относится Физики Математики Потому что Когда Перестройка Началась Я Еще В 87 Году У нас Такой Был Эпизод Я В 87 Году Министра Пославная С женой Санатория Я там Приехал На некоторое Время В Чернобыле Санаторий Был очень Хороший Дубки Это Железонаводский Четвертого Управления Ну И я Утром Открываю Газету И там Написан В 87 Года Я говорю Алка Ну Делать Надо Ноги Дело Кончится Плохо С тех пор Я начал Думать Что делать Воровать Не воровать Сколько Воровать Значит Я быстро Значит Стал Соображать Обдумывать Как будут Ити дела И как Будут Развиваться И понял Что Значит Ну Грубо говоря На какую Сторон Переходить Где Надо Полтора Четыре Там Пять Миллиардов Людей Уничтожать В современной Постановке Либо Ну Это Тогда Еще И я Так Сать Стал Думать У меня Определенная Логика В голове Поскольку Так Сать Багаж У меня Был Достаточно Большой Что Называется В науке Офистех Закончил Значит Я Все Делал Думал Никогда Не Имея Никакого Отношения Ни К Философии Ни К Потом Заболел Надолго В больнице Лежал Продолжал Тосать Думать А тут Приносит В тот Период В конце Девяностых Разносили Вот Евангелие По больницам Все время Было модно Ну и принесли Свидетели Обычно Я Открыл И просто Обалдел Написаны Основные Выводы Которые Получаются Совершенно Строго Можно Вывести После Этого Я из Больницы Вышел Написал Книжку Хотя Никогда Никакого отношения Ни к философии Ничего не имел Понял Что Все философы Понимаете Не было науки Социальной Как таковой Потому что Наука Начинается С метода Первое Что вы должны Сделать Каким методом Вы будете Работать Обосновать Метод Когда Вы поняли С каким Методом В какой Области Науки Можно Работать Тогда У вас Начинается Конструктивная Работа А все Обычно Видите ли Излагают Свои Мысли Вот В чем Слабость Человека То Что Он Будучи Неграмотным Излагает Свои Мысли Вот Когда Профессор Математики Стоит У доски И пишет Форум Он пишет Грамотные Вещи Потому что Это И есть Результат Науки Которая Создана В результате Применения Определенного Метода Вот В математике Основной Метод Всегда Был Это Аксиоматический Метод Вот Мы сказали Есть Точка Есть Вторая Точка Здесь Прямая И через Эту точку Можно провести Только Одну Прямую Параллельную Вот этой Получили Геометрию Евклида Сказали Что Сколько Угодно Можно Повести Получили Геометрию Лобачевского То То есть Мы построили Науку Исходя Из определенной Аксиомы Как в церкви Дагманты А? Как в церкви Дагманты Вот В Евангелии Оказывается Основное Как я показал В книжке Основное Утверждение Евангелия О Триединстве Значит Существует Бог Отец Бог Сын Бог Бог Святой Это Оказывается Есть фундаментальная Аксиома Мироздания Из которой Можно Строго Совершенно Получить Абсолютно Все Что и в этой Книжке Сделано А во-первых Показано Почему Эта аксиома Справедлива Это тоже Показано Удивительно Я добавлю Вот Если вы слышали Что такое Кварк Понятие Кирпичик Мироздания Кварк Так вот Удивительным Образом Заряд Кварка Кратен Вот Удивительным Образом Нет Ну собственно В этом Заключается Чудо Антропный Принцип Известен Достаточно Давно Я не знаю Почему Не делал Из этого Вывода Глубоко Этим Вопросом Занимался Еще Гейзин Еще Известно Что Если Параметры Основные Которые Лежат В основном Мироздании Хоть чуть-чуть Изменить Этого мира Не будет Я задал Себе Простой Вопрос Какова Вероятность Того Что Эти Параметры Можно Как Получить Либо Сознательно Вы Строите Дом И Сознательно Выбрали Такие Кирпичи А Можно Чтобы Тот Кирпич Получить Случайным Образом Бросать То Ну Вот По Прочности Например Вы Хотите Строить Высок В Законы Прочности И Вы Считали Прочность И В результате Нужно Кирпич Положить Другого Случа Вы Не Знаете Вы Проводите Испытание С одной Прочностью Кирпич Построили Дом Он Рух Второй Раз И Наконец Вдруг Выбрали Тот Кирпич Который Позволит Ему Стоять А Потом Оказалось Тогда Я Задал Себе Вопрос Какова Вероятность Того Что Вы Сможете В результате Таких Случайных Испытаний Получить В основе Основные Элементы С заданными Свойствами Оказалось Что Такая Вероятность Строго Равна Нулю Значит Они Были Спланированы Математика Строго Доказано Что В сотворении Мира Участвовал Разум И Никуда Не денешься Хоть Удавись А Когда Это Доказано Все Остальное Уже Просто Идет А Раз Это Доказано То Значит Уже Нечего Чесать Языком Садись Учись Как Выучил Тогда Излагай Уже Будет Все Правильно И быстро Висеть Мотание И искать Науку Конечно Замечательное Вот То Что Это Самое Поэтому Всем Надо Говорить Вот Надо Чтобы Церковь Это Уяснила Уже Начали Появляться Люди Что Наука Это Есть Закон Божий Да Вот Это Есть То Не Надо Делить Науку Религиозную Это Надо Это Как Раз Первое Первое Это Искусство Понимаешь Это Есть Ну По сути Это Есть Бизнес Был Тогда Тоже Ну Потому Что Монастыря Были Людей Кормить Они Учили Это Все И Это Все Потом Нет Это По Другой Причине Было Понимаете Когда Науки Еще Не Было То Церковь Выполняла Чрезвычайно Высокую Миссию Условия Когда Действовал Еще Закон Моисея То История Состоит Из Двух Отрезка Это Закон Моисея И поэтому Было Два Пророка Основных Моисей И Христос И Второй Христос Христос Это Уже Сын Человеческий А Человеческий Единственное Что Родило Это Разум Поэтому Христос Это Разум То То Числе Разум Царство Христа Начинается С Момента Когда Человек Приобретет Разум Когда Каждый Человек Станет Подобным Сыну Человечесу Задача Церкви А Божья А задача Церкви В период Когда действовал Закон Человека И люди Были Звери И действовал В основном Дарвинистский Закон Отбора Естественного Кто сильнее Кто сильнее Моисеев Закон Именно Это Проповедует И поэтому Но он скорее Сдерживает Беспредел А церковь Каким Христова Сдерживала Ее основное Назначение Было Уберечь Человека В этих Зверских Условиях И она Свою роль Полностью Выполнила За этот Период А вот Сейчас У нее Наступает Уже Вторая Миссия Она Должна Сказать Я И есть Наука Вообще Разделение Церковного И светского Церковного Научного Это искусственное Это искусственное Совершенно верно Это искусственное Разделение Это другой вопрос Как люди Там Ну Он Например Пишет Вот в этой Книжке Пишет Вот в этой Книжке Вот Обозначает Так сказать Бог Обозначает Строго Научно Вот как Строго Научно Вот взять Все Мироздание Так сказать Высший Разум Нашего Пространственного Временного Феномена То есть Вот Большой взрыв И сейчас Мы в нем Живем Как Путин Сказал Осталось 4,5 Биллиарда Точно Сказал Вот Ну Точно Вот Вот мы живем Пройдет время Этот мир Закончится И мы Должны Вот об этом Здесь идет Речь Научиться Человек За это Время Поскольку По образу Жеподобию Как Христос Сказал Да Научиться Сотворить Миры Подобные Творить Миры Подобные В общем то Мы этим Занимаемся Отправляем В космос Изучаем Космос Задача же Церковной Жизни Синергия С Богом Бог в человечестве Чтобы человек С Богом Обложиться Заниматься С Богом По благодатию Я просто Разъясню Вот этот тезис Это Тезис Произносится В общем виде А в чем Он Вообще говоря Заключается Что такое Феномен Бога Отца Это Есть Результат Развития Разума Человека За все Время Его Существования Почему Движение Мира Предопределено Почему Основным Свойством Этого Мира Является Развитие Разума Потому Что В ответе Мы знаем Ответ В ответе Общий Человеческий Разум Как раз Будет Богом Отцом Вот Что Такое Бог Отец Это Первое Лицо Святого Троица И важно Человеческий Разум Я еще раз Говорю Христос Говорит Да Будет Все Едино Как Ты Боже Во мне Так И Я В тебе Потому Что Он Есть Разум Человека Есть Фрагмент Разум Бога Отца И Более Того Бог Отец Это Есть Результат На Современном Уровне Развития Грубо Говоря Бог Отец Это Ленинская Библиотека Британский Музей Нью-Йоркская Библиотека Где Интернет Где Носители В В В В В В В Иногда Какой Правильный Вопрос Задают А Как То Что Будет В Конце Развития Человеческого Разума Создан Бог Отец Как Он Создал Этот Мир Правильный Вопрос Так Вот В Рациональной Сфере Законов Причинно-следственных Сневязей Нет Развитие Развитие Человечества Человечества Предопределено Достичь Потенциала Бога Отца Так это Вообще Троица Троица Это что такое Задача Человека Станет Человек Троица Это Человеческий Разум Который Задача Которого Является Развитие Разума Бог Отец Это Результат Этого Развития А Бог Дух Святой Это Все Иррациональное Начало Откуда Все Происходит И откуда Все Рождается Которое Как раз И замыкает Эту Суть Поскольку Там Нет Причинно-следственных Связей В силу Того Что Там Просто Нет Ни Времени Ни Пространства Там Нет Материального Мира Поэтому Там Все Замкнут Отсюда Вот Это Троица То есть Феномен Который Развивается Результат Развития Этого Феномена И Все Объемлющая Суть В которой Все Происходит Вот Что Такое Троица Это Не Какая Нибудь Абстракция Это Не Картинка Это Личность Сотворившая Мир Это Не Личность Второе Лицо Стало Человеком И Человечность Это Суть Мира Разумная Суть Мира Потому Что Мир Разумен И Суть Этого Мира Это И Есть Бог Отец Разумная Суть Мира Которая Соединение Бога Человека И Искупление Превородного Это Фрагмент Я Говорю О Боле Общих Я Говорю О Боле Общих Я Говорю В силу Чего Мы Хотим Того Не Хотим А Ответ Нам Известен Куда Придем Сколько Мы Дурака Не Валяли Мы Только За Эту Кровь Будем Проливать А Все Придем К Пред Определенному Результату Кто Сам Выбор Сделает Кто Туда Придет А Кто Туда Это Само Это Уже Не Верим Это Уже Фрагмент Я Говорю Общий Человеческий Разум Придет К Тому Результату Отсюда Следуют Схемы Социального Развития Потому Что Оказывается Для того Чтобы Разум Развивался То есть Основным Свойством Человеческого Общества Является Развитие Разума Не борьба За справедливость Не освобождение Трудячих Все Развитие Разума Есть Элемент Обожжения А Развитие Разума Нет Развитие Разума Происходит Таким Образом Сначала Достаточно Трех Человек Чтобы Родить Простую Идею Чем Более Сложную Идею Мы Рожаем Тем Больше Массив Разума Надо Иметь В Книжке Тут У меня Много Примеров Приведения На Геометрию Способны Освоить Тысячи Человек А Квантовую Электродинамику Миллионы И кроме Того Технологическое Развитие Если Пифагору Для того Чтобы Открыть Законы Геометрии Нужен Был Только Песок И Прутик То Сегодня Когда Мы Ищем Бозон Хиггса Это Огромное Сокдру Государство Тратят Огромные Деньги И Огромное Количество Людей То То есть Растет И Массив Разума И Его Технологическое Обеспечение Поэтому Почему Нельзя Уничтожить Пять Миллиардов Человек Потому Что Массив Разума Закратится Замена Одной Социальной Формации На Другую Почему Происходит Потому Что Массив Разума В Рабовладельческом Обществе Не Соизмерен С Массивом Разума При Феодализме А Массив Разум При Капитализме Не Соизмерим С Массивом Разума При Феодализме То есть На самом деле Это не Освобождение Трудящихся А Рост Массива Разума Для Решения Все Более И Более Сложных Задач И Поэтому Социальная Справедливость Это Не Причуда Дурачков Это Ее Жесткое Требование Развития И Поэтому Полная Ликвидация Элиты Абсолютно Всякой Научной Экономической Гуманитарной Какой Угодно Это Ее Жесткое Требование Развития Потому Что В Подавляющем Большинстве Люди Тупые Они Ничего Не Знают И Для Того Чтобы Появился Элитарность Должна Быть Заменена На Служение Простите Профессор Можно Здесь Сделать Комментарий Почему Вы Так Относитесь К Большинству Людей Что Многие Которые Смотрят Сюжет Посыл Услышать Оскорбление Но Когда Ты Услышал Что Люди В Большинстве Своем Тупые Можете Чуть Для Политкорректности Раскрыть Этот Тезис Для Людей Подавляющем Большинстве Своем Люди Не Обременены Знаниями Достаточно И Поэтому Так Сказать Они Не Могут Высказать Объективную Точку Зрения По Очень Многим Моментам А Если Они Высказывают То Это Высказывание Как Правило Оказывается Неквалифицирован Как Извлажаем Название Для СМИ В А В реальных Случа Я Просто Говорю Что Люди Это Навоз Но Навоз Тужен Потому Что Почву Из Которого Появляется Зерно Алмаза Очень Редко Масса Людей Возь Один Эдисон Вот Я Всем Привожу Понятие Иррациональное Для Многих Людей Непонятно Что Такое Иррациональное Ну Математика Это Известно А Вот Простым Людям Это Очень Непонятно Я Всем Привожу Такой Пример Вот Когда Физики Говорят О Все Комиссия Положенауки И так Дальше А я Написал Это Люди Которые Никогда Не Влюблялись Ну Никогда Ну Обделила Бывает Потому Что Каждый Кто Когда Хоть Один Раз Влюблялся Тут Понимает Насколько Это Иррациональное Чувство Почему Церковь И Ставит Любовь Впереди Очень Что Ты Женщина Объясняешь Она Это Знает В Тысячу Раз Конечно Я Понимать Что Это Такое Непонятно Но Когда С тобой Это Происходит Сразу Все Ставится Понятно Ты Это Понаслышке Знаешь Я Знаю По Достаточно Большой Жизни Я Думаю Что Мы Сейчас Открыли Просто Напросто Большую Такую Тему Грандиозную Обложение Человека Разума Возможности Разума В союзе С Разумом Божественном Соединении Это Одно и то же Союз Это Надо Людям Вдолбить Что Это Союз Потому Что Мы Обложиться По Благодати Мы Со Творцы А не Творцы Ставеревшие Но Тем Нем Бог Те возможности Которые Бог Видит И Зажил Человека Должны Будь Максимально Реализованы Ну Он Сказал Я По Образу Ставь Богом По Благодати Человека Единство Человечество Как Писан Алексей Степанович Камикова Допытается В церкви Где Преодолевается В плохом Смысле Этого Слова Автономизация Хотя Единство Человечество Человечество Личность Не Уничтожает Хотя Знаете Церковь Это Такое Понятие Сложное Сложное Церковь Понятие Потому Что У каждого Своя Церковь А вот Очень Точно Христос Сказал Церковь Когда Помните Он Повыгонял И сказал Постройте Храм Ее Брать Под Каким По Постройте Храм Сердце Своем Человечество Человечество Обретаем Церковь Которая Основана Христом Это Правильно Учение Человечество Богочеловеческий Организм Организм Патриарх Это Патриарх Нет И Кличные Грехи Христос Безгрешен Но Они Приемники Апостолов Поэтому Единее Человечество На Иерархии Основал Христос И Апостолы Руку Полагали Епископов Они Дошли До Нашего Дня Поэтому Открыли Огромную Тему Которую Хотели Мы Продолжим На Которые Которые Работают Над ключевыми Глобальными Проблемами И То Что Вы Говорите Это Как бы Такое Показывает Что Ваше Участие Было Очень Важно Вот Здесь Думаю Тогда Мы Сейчас Вторую Тему Поднимем Да Вот Сейчас Я Хочу Да Да Простые Конкретные Вот Здесь Я Принеслове Написал Этой Книжки И вот Хочу Сказать Вот Так Сознать Что Здесь Именно Рассматриваются Две Ключевые Основополагающие Проблемы Которые Если Человечество Решит Дальше Все решится Автоматически Первое Это Энергетическая Проблема Потому Мир Начался С этого Вот Всего Я Большого Зарыва Об этом Возник И Мировоззренческое Вот Мировоззренческое Мы сейчас Поговорили А теперь Дмитрий Николаевич Расскажет Про Энергетическую Проблему На которой Мы Тоже Абсолютно Конкретно Реально Работали Потому В основном Это Нас Жизнь Заставила Об этом Подумать И Нам Слава Богу Было Дано Это Понять В Области Энергетики Мы Тоже Работали И Тоже Я Объясню В Какой Ситуация Мы Живем Расскажет Дальше Новому Уровню Понимания Основ Мироздания И Соответственно Правил Жизни В этом Мироздании На основании Того Что Наука Как раз Наконец Осознала Что Евангелие Есть Основа Для Фундаментальная Основа Для Всей Науки Это Сегодня Осознанно А это Может быть Только В том Случае Когда Основные Законы Материалистического Развития В Мироздании Нами Познаны Мы Сегодня Действительно Знаем Все Что В этом Мир Можно Сделать То есть Вот Мы Сегодня Знаем Что Мир Состоит Из Трех Парк Варков Трех Парк Лептонов И Четырех Взаимодействий Ну В принципе Из одного Фундаментального Задействия Которое Потом Дробится На четыре По мере Так Сать Снижение Энергии После Большого Взрыва То есть Мы Сегодня О том Как Устроен Мир В принципе Знаем Все Кстати Это Является Причиной Того Почему Время Рынка Закончилось Потому Что Стехастический Поиск Когда Рентабелен Рынок В области Технологий Уже Завершился Поэтому Искать Там Нечего Поэтому Сегодня Должен Работать Только Разум И железный Счет Потому Что Говорить О том Что Стехастический Поиск Более Эффективен Чем Плановый Процесс Это Может быть Только Недоразвитый Такие вещи Любой Человек В отношении Себя Все Планирует Завершился Туку Более А Говорит В отношении Общества Что Это Более Рентабельно Это Просто Недоразвитый Как Вот Мы С ним Он Был Председателем Одной Секции На Конференции По Изменению Климата В третьем Году Москва И Там Академик Израиль Выступал И Говорит Голосование В науке Придумали Недоразвитые Я Смешно Говорил И В жизни Тоже Он Говорит Точно И В жизни Тоже Это Удел Недоразвитых Разумный Человек Всегда Все Считает И Планирует А Сейчас Условия Таковы Что Только В этом Случа Мы Сможем Выжить Так Вот Собственно Чего Я Еще Добавлю Они Наверное Не знают Пример Потому Что Я В 61 Году Когда Запустили Гагарина У нас Уже Был телевизор Черно-белый Счастье Было Неимоверное Интерес Был Неимоверный Тогда Показывали Репортаж Как В Америке Отреагировали И Привели Фрагмент Этвью Кеннеди Был Тогда Президент Америки Джон Фильджер Кеннеди Которого Потом Через Год Убили Через Два Года Так Вот Когда У нее Спрашивали Господин Президент Россия Разрушена 15 лет Назад Всего Прошло 15 лет Она В разрухе Лежала Сегодня Она В космос Запустила Чет Как Это Произошло И Он Сказал Ключевую Фразу Которую Я С тех Пор Помню Он Сказал Понимаете Организованный Процесс Равно План Эконом Всегда Эффективнее Неорганизована Более Того Самый Крупный Социалистический Сектор Мировой Экономики После Советского Союза Это Был Военно-промышленный Комплекс Соединенные Статки Все Об этом Говорят Это Просто Недоразвитое Но Сейчас Я Собственно Не об этом А Дело В том Если Мы Знаем Основу Мироздания То Мы Знаем Чем Мы Можем Оперировать Есть В принципе Четыре Типа Взаимодействия На базе Которых Строятся Технологии Это Сильное Взаимодействие Гравитационное Слабое Электромагнитное Электромагнитное Понятно В каждой Розетке Торчит Гравитационное Понятное ГЭС Самолеты Спутники Летают Сильное Взаимодействие Это Атомная Энергетика Слабое Взаимодействие К сожалению Использовать Нельзя Поскольку У меня Такие Специфические Свойства Один из Переносчиков Нейтрино Оно Практически Не взаимодействует С веществом Оно Землю Пронизывает Без Взаимодействия Поэтому Все технологии Которые Есть Они Это Три Сильные Гравитационные Электромагнитные Они Все Были Открыты В 19 Веке Как В этой Книжке Написано 20 Век Не Дал Ничего Все Фундаментальные Вещи Были Сделаны Более 100 Лет Назад Открыты А потом Был Только Поиск Развития Неких Технологий А после Примерно 50-х Годов Уже Пошли Только Исключительно Сервисные Технологии А что Сегодня Происходит Это Сущий Моран Это Я уже Называю Интеллектуальным Шламом Отбросами Потому Что У вас Как у меня Небольшой Телефон У меня Фирма Спрашивает Что У тебя Такой Телефон Он Звонит И мне Больше Ничего Не надо Что Мне Там Тыкать Мне Это Просто Ну Кому То Нравится Тыкать Самая Печаль Что Фундаментальные Вещи Находятся В области Энергии А что Еще Вы Можете А Ну Он Просто Спрашивает Что А что Вы Еще Можете Открыть Есть Функ 4 Вы Освоили Почти Не Освоили Ученые Говорят Что Никто Не Сказал Что Такой Материя Энергия Обязательно Ученые Обязательно Расскажу Чего И Как Будет Дальше Развиваться Мир И Как Люди Будут Жить Сегодня Основная Проблема Это Энергетический Дефицит Вот В этом Помещении Выступал Один Товарищ И Сказал Что Чтобы Решить Все Социальные Проблемы Людей В интернете Надо По Группам Объединить Одни Занимаются Голыми Женщинами Вторые Политическими Спорами Треть Животными Четвертые Кошками И так далее У каждого Будут интерес Они будут Там Залкнуты Будут Сидеть День И Ночи Не Ходить На Митинги И Не Голдеть И Еще После Этого У них Свет Отключать И Он Сразу Замок И Ушел В Основе Всего Лежит Энергетика А Сегодня В Энергетике Ситуация Такова Чтобы Человек Нормально Жил Нужно Чтобы На Него Установленной Мощности Чтобы Свет Горел Холодильник Работал Чтобы На улице Метро Ходило Троллейбус Чтобы Электропечи Работали Выплавляли Металл Троллейбус Или Кодиционер Ну Все Значит 2 кВт На Нос В мире Есть 7 Миллиардов Человек Перемножаем Получаем 14 Троллейбус А Есть 2 Забор 7 Раз Из Этого Вся Драки А Конкретным Выражением Является То Что Американец Потребляет 20 Килограмм Условного Топила А Китайцы Одно Поэтому Был Киосский Протокол До Тринадцатого Года Его Пытались Сейчас Продлить Но Галдели Галдели И Говорят Китай Очень Быстро Растет Ему Надо Сократиться А Китайцы Говорят А Какого Чёрта Вы Потребляете Мы только Одну Тонну И Должны Сокращаться А Пошли Ко Вы И Вот Если Бы Не Было Советского Союза Смотрел Я Эту Передачу Михалков И Все Имя Россия Значит Хорошо Или Плохо Социалистическая Революция Семнадцатого Года Всегда Людям Объясняют Да Теория Маркса Несправедлива Про Детали Здесь Написано Почему Она Несправедлива Она Кстати Не сработала Всемирная Революция Но Настрижали Когда Вот Высший Разум Писал План Как Мир Будет Развиваться Он Написал В семнадцатом Году Великая Октябрьская Социалистическая Революция И Два Самых Великих Человека Ленин И Сталин Которые Эту Революцию Совершили И Дали Выжить Советскому Зачем Это Было Сделано Только По Одной Причине Если Бо Советского Союза Не Было Советский Союз Дал Подняться Третьему Миру После Этого Он Стал Ненужным Он Развалился И Теперь Сценарий Золотого Миллиарда Который Неприемлем Для Этого Мироздания Не Может Пройти Вот Знаете Когда Начался Сценарий Смысл Существования Советского Союза В том Что Он Дал Подняться Третьему Миру И Не Дал Возможности Реализоваться Сценарию Золотого Миллиарда В этом Смысл Поэтому Когда Обсуждают Ленин И Сталин Я всегда В общем Бешенство Бешенство Я говорю Ты поступай Как ученик Третьего Класса Когда Я в третьем Классе Учился Я Сначала Открывал Смотрел Ответ В соответствии С ответом К нему Стремился Про Каждого Человека Можно Сколько Угодно Гадости Рассказывать Даже Вы Замечательный Человек Но Если Какому Вашему Недоброжелатель Привести То И про Вас Рассказывать Сколько Угодно Гадости Можно И плюсы Рассказать И минус Человека Надо Оценивать По Ответу Работал Он На ответ Или Нет Если Он На этот Ответ Работал Значит Он Великий И В скрижалях Он Записан И То Что Будут Ленин И Сталин Было Записано В основе Мироздания И свою Миссию Они Выполнили Поэтому Сценарий Золотого Миллиарда Сегодня Реализован Быть не Может Как Вылезать Из этого Ура Теперь Что делать Теперь Вопрос Что делать Я понял Апокалипсис Пролетел Что Делаем Опен Теперь Как Вылезать Из этого Дефицита Отлично Внимательно Слушаем Дальше Теперь Как Из этого Дефицита Вылезать В 7 Раз Мне В Штатах Просто Говорили Что Китаю Соединенным Штатам На одной Планете Мест Просто Не Они Просто Говорили Когда Миллиард Китайцев Всягла По автомобилям Все На этой Планете Закончится Действительно Так Потому Что По Нефти По Газу Даже По Углю Мы Пик Уже Прошли А Дефицит В 7 Раз И При Существенном Росте Все Кончится Вообще Наверное Поэтому Единственная Надежда Штатов Это Всех Задавить Развратить И Любыми Способами Сократить Числи Маркотиками Чего Ну Чем угодно Любыми Способами Но Опять же Повторя Это Нехорошо Неплохо Это Не Проходит И Для Этого Был Советский Союз Который Взрастил Китай Китай Сегодня Не Уничтож Даже Иран Не Уничтож Иран Дадым Дано Ядерная Держава Поэтому Никто Туда Не Стоит Поэтому Остается Атомная Энергетика Потому Что Вся Альтернативная Энергетика Это Ветер Солнце Это Все Копейки Это Проценты 3-4 Процента Не Более Того Поэтому Остается На первую Половину Века Вернее До 70-х 80-х Годов Примерно Остается Только Ядерная Энергетика Но Какая Старые Технологии Их Собственно Две То Что Урана 235 Нет Это Все Понимают Поэтому Бридерная Программа Не Не Понимают Раскройте У нас Зрители Которые Не Понимают Ну Да Единицы Кто в курсах Уран На котором Сегодня Работает Атомная Энергетика Этот Изотоп Имеет Массовое Число 235 Его 0,7% В природном уране Очень мало И Он Практически Весь Исчерпан Я Уже Поприкуем Он Практически Значит Этот Изотоп Уже Практически Весь Исчерпан Потому Что Его Осталось Вот Сегодня Есть 400 блоков Примерно Это Эти 400 блоков Примерно 3% Во всей Мировой Энергетике То есть Атомной Энергетики Тоже По существу Нет Ее Примерно Столько Сколько Ветровой Ну Чуть Побольше А проблем С ней Очень много Потому Что Это Бомбы Потому Что Терроризм Потому Что Это Грязь Радиоактивная Все Такое Поэтому Они Говорят Много А Ветре Мало Если Б Ветер Был Очень Грязный То Баня Осталось Грубо говоря На 50 лет Работы Вот Тех Же 400 Блоков Расширять Ее Существенно Нельзя То есть На базе Этой Технологии Решить Проблемы Энергобеспечения Человечества При дефиците В 7 раз Просто Невозможно Хочешь Не хочешь Невозможно Говорят Ускорители На быстрых Нейтронах Но там Каким образом Работа Вот вы Загрузили его Поработали Некоторое время А потом Наряду с тем Что вы загрузили Можно окажется Получить Дополнительное Топливо Но для того Чтобы загрузить Второй реактор Так называемое Время удвоения В современных Реакторах На быстрых Нейтронах Надо потратить Минимум 50 лет Вот сегодня Грубо говоря В мире нет ни одного Реактора На быстрых Нейтронах Вот у нас БМ800 Собираются Вести БМ600 работает Значит Очень Его там уже 30 лет строят Ну наконец Его предположим Ведро Значит Второй уже Его можно будет Построить Если все хорошо Только через 60 лет А 4 Уже в следующем Ведро То есть Энергетических Проблем При резком Сокращении Органического Топлива Которое Нас Ожидает Это направление Не решает Нужна Атомная Энергетика Обладающая Одним Сборством Совершенно Неисчерпаемая Ресурсная База Такую Энергетику Мы Предложили Оказывается Такую Энергетику Можно Сделать Значит Это Есть Ускорители И 38 Уран Вы Бомбардируете 38 Уран А под действием Нейтронов Высокой Энергии Значит 38 Уран Делится Точно Так же Как 35 Ему Безразлично Когда Нейтроны Больше Полутора Мега Электрон Вольта Ему Абсолютно Безразлично Там 35 Или 38 Он их Делит Одинаково В области Нески Низких Энергий Да Гораздо Лучше Делится Уран 235 А в области Высоких Энергий Совершенно Безразлично Поэтому Надо Делать Ускорители И Облучать Уран 238 И Всего И Весь Мир Сейчас Со Страшной Силой Строит Ускоритель А самый лучший Ускоритель Кроме России Да А самый лучший Ускоритель Естественно Есть у России Самый лучший Потому что Вот если Например Нам требуется Ускоритель На 10 ГИБ Электрон Вольт Для энергии То вот Американский Ускоритель У них Есть сегодня На 1 ГИБ Электрон Вольт Он имеет Длину Километра На 10 ГИБ Электрон Вольт Он будет Иметь 10 Километров Ну Естественно Энергетики Это плохо На 10 Километров А ускоритель Который Может Вместиться В обычное Здание Это ускоритель Естественно Есть в России Его автор Алексей Сергеевич Богомолов Мой Сокурсник По физтеху Мой Приятель Вот Поэтому Мы две технологии Объединили Он Ускоритель И технологию И предложили Вот эту Энергетику Которая Пробивается К сожалению Есть Большая Неприятность Этот ускоритель Настолько Хорош Что он Влезает Опять же В российский Самый крупный Самолет С диаметром 6,5 метров А НТ-124? Да Руслан Руслан А если он Туда Влезает Этих самолетов В мире нет То мы После инцидента С Литвиненко Рассказали По этому Инциденту Два слова Я скажу Мы показали Что он связан С ядерным терроризмом Скорее всего Потому что Сейчас опять Будут Разбираться С этим вопросом Если вы К журналистской Деятельности Имейте отношение Следите Строжайшим образом Зададут Там основные Вопросы Не зададут Вот как только В пятом году Этот инцидент был Меня пригласили На Раш Кудей Я там Сказал Не задается Основной вопрос Как этот полоний Был получен Которым отравили Его можно получить Двумя способами Первый способ Промышленный Берут висмут Кладут в реактор Висмут 209 Облучается нейтронами Облучается Висмут 210 Который неустойчив Он Один Электрончик Сбрасывает Бета-распад И получается Десятый полоний Он завлекает Проверить очень легко Раз Там должны быть следы Висмута Второй способ Как его получили Супруги Кюри За что Мария Получила Вторую Нобелевскую премию В горах Добывают уран Перерабатывают Получают Сначала Радий Потом Висмут И потом Изнял полоний Тоже очень легко Упределить Там должен быть Радий В одну секунду Вот сейчас Будет этот вопрос Задан Нет То есть Он контрабандный Или промышленный Почему этот вопрос Не задают Скорее всего Он контрабандный А может быть промышленный Какие из этого Выводы Если он промышленный То это прав Березовский Скорее всего Тогда мы его туда Поставили Не дай бог Что он промышленный Поэтому я во всех Интервью говорю Что он скорее всего Контрабандный Из Афганистана Стали плачать Лучше чем За опиум И в результате Пожалуйста Ну и Полоний нужен Он служил Запалом первых Атомных бомб А уран провести Очень легко Он чистый Золотые Золотом покрыли Металлический уже уран Сказали Что ядерный терроризм Вот Валерка Голдштадт Там об этом орал Сказал Что Ядерный терроризм На подходе Сдают контракт На тему инспектора А самый страшный сценарий Который Почему войны Не было Во второй половине 20 века Это не из-за того Что там Танки, самолетки Подлодки Делал Это все Глупости Никому не нужны А войны не было Потому что Просто Есть очень простой сценарий В крайнем случае Которому придут То есть У нас Очень будут Из Европы давить Мы Бомбу 200 мегатон Положим Что предложил Сахаров В южной части Балтийского моря Шарахнем ее И все Одномоментно И никаких проблем То же самое Сахар А Россия В этом отношении Не уязвима И поэтому Все боятся Именно этого Россия уязвима Не уязвима А Россия Не уязвима А Россия Поскольку у ней На берегу Практически ничего нет Она не уязвима Кроме курорта В этом В мироздании Все предусмотрено Россию нельзя трогать Поэтому она не уязвима Она богом избрана Потому что Россия Православная Ее трогать нельзя А все остальное Извинят Она как модель Развития И все боятся Именно Вот этого Сценария Поэтому нам Заказали контракт Американцы хотят Летать вдоль своего Побережья И контролировать Войси Или не войси Такие вещи Но это вещи Сделали Ну естественно Мы хотели Сделать для всех Потому что Если бы Эту штуку Имели Все страны Например В Персидском заливе Если бы туда Авианосец вошел Сверху Рогу учили Авианосец взорвался Боеголовки взорвался И штаты Сразу превратились В обычную Региональную державу Которую бы Свой нос Сунуть за пределы Никуда не могли И все произошло Для них тяжело Но бескровно Это был разумный Бескровный Сценарий От него отказались Наши начальнички Потому что Деньги там лежат Американцы Сказали Эту разработку Только нам 70 миллионов баксов Американцы За это удовольствие Заплатили И разработка Ушла к ним А нам нельзя Потому что Если будут иметь Все Штаты Ноль С завтрашнего дня И все Поэтому переходим Ко второму сценарию Более жесткому Теперь Начинается сценарий С применением Сахаровского Сценария Сейчас по первому сценарию Скажите пожалуйста В случае наличия 70 миллионов долларов Вы технологии Можете повторить? Она есть Технология Она существует Мы просто Мы Нет Ну мы Конечно У нас целая программа Есть ускоритель Технология Безусловно Безусловно Это потом Там Не только Это технология Знаете Самые высокие Технологии Они Всегда Шлейф Несут Вот Всем понятно Что термояды Не будут никогда Но им заниматься Надо Разделив Международные Международные Сообщества Риски Да И потому что Рождается Параллельно Куча других Технологий Которые Совершенствуют Предыдущие Там Какие-то Приборы Материалы И так дальше Все рождается Поэтому И у нас То что мы Предложили Программу Ускоритель Технологий Там Куча технологий Там Например Вот 60% Мужиков Болеют Простатой Да Это Всем известно Эффективнейший Метод Лечения Протонно-лучевая Терапия Протончик Бьет В точечку Не Все Все тело Там Вокруг Этой Клеточки А именно В ту Клеточку Которую Нужна Все Нормально Протонно-лучевая Медицина Ну там Много Куча Там Еще Сценарий Вот Контейнера То Что Наларить Там Или Ядерные Материалы Так Сказать Все Сейчас Последняя Лучевая Медицина Используется В области Да Их Несколько Их Всего Несколько Подожди Это Часто Скажите Пожалуйста А существует Ли что-то Готовое Готовое К реализации Но требует Капитала Потому что Есть Зрители Есть Общество И Сейчас Момент Когда Может Родиться Народная Корпорация Да Вот Мы Эту Сейчас Корпорацию Рожаем Да Мы Сейчас Эту Корпорацию Рожаем Вот Мы Начали С чего Родители Да С чего Мы Начали Вот Давайте Вспомним Когда Мы Все Это Изучили То Что Провели Научно-исследовательские Работы НИР Так Называем Да И Нам Теперь Осталось Проводить Опытно-конструкторские Работы То есть Экспериментов Там Парочку Таких Ключевых Которые Правда Дорогие Очень Да А дальше Так сказать Технологию Внедрять И все Остальное То мы Увидели Увидели Что Лучше Всего Конечно Что Во-первых Это должно Быть Как я Николай сказал Международная Программа Обязательно Международная Программа Должна Пока Андрей Григорьевич Не ушел Да Пока Андрей Григорьевич Не услышал Нет Это Не расъем Да Чтобы Вчера Было Пожалеем Я Молзов Сейчас Сделайте Добрую Службу Пожалуйста Вы просто Уходите Вы же Эту книгу Знаете Я ее читал По крайней мере Три раза И все Время У меня есть Один экземпляр Вот такой Расчерканный Ищерканный Я Как надо Туда Подглядываю Спасибо Большое Это Самая лучшая Рекомендация Спасибо Большое Работаю Это Была Рекламная Пауза На чем Мы остановились А да На рождении На том Что ты Родитель Да Так вот Значит Ну вообще Это его Была идея Что нам Надо Дело в том Что мы С Николаевичем Еще и Чернобыльцы Да Я так Вообще Так У меня В этом плане Уникальна Судьба Ну так Родилась Судьба Это нехороший человек А вот этот Еще хуже Сейчас я Извиняюсь Я Взорова В шаре Вроде Офицер считался Ну вот Не все Какой-то Раздруженец Какой-то Да Да Это Это продался И все Но быть Не такой он глупый Когда дурак Еще можно верить Типа не взорова Да А уграк Спасибо Да Это вот Идет Моё Интервью А вот он Идет Вот он Такой Ну Что ты Ну это Бог на земле Это с американцем Вот Я сказал Ну вот Тут встречался Значит Он все С великими Этими Именами Вот он Американцем Сказал ему Простую вещь Я понимал Буша Старшу Когда он С воздуха Разгромил Основную Группировку Хусейна И создал Беспилотную Зону Над Ираком Я понимал Вот Но вы же Вошли в Ирак Почему Ваши операции Не было Просчитано Далее Я на сто процентов Был уверен Что вы ударите По синий Основания Ну Их Вам Придумать Ничего Не стоит Сказали Что туда Вывезли Оружие Массовое Поражение Что Сирия Спрятала Своих Основных Военных Преступников Это 91 В тот момент Сирия Была Абсолютно Парализована И так далее И вот Тем же Катком Надо было Пройтись По Сирии Результат Какой Не было бы Сирии В ТВ Не было бы Хизбаллы В Ливане Ваш Союзник Израиль Контролировал Ситуацию В регионе Иран Оказался Полный Заводец И так далее Вот она Скоро Да Горы Так все Все Счастливо По рождению Так сказать Этой Идеи Это очень важно Чтобы вы понимали Почему Потому что Поскольку мы в Чернобыле И вот Я Так сложилась Судьба Я работал Руководителем Одной из Монтажных Организаций Представитель Четвертого Блока У меня Москва Покинулся Значит С Южно-Украинской Станции Вот И я поставил Подпись Строли Поставил Подпись Государственной Рахтой Сдачи Блока В эксплуатацию И потом Вдруг Двадцать шестого Числа Один пакетик В руках С документами Трагедия Жена Пошла на рынок Там Припяти Рынок Восемьсот метров От блока И Через десять лет Так сказать Умерла От рака Потому что Рядом Выброс Вот Это конечно Трагедия Но она Тогда Вот я вам Рассказывал Что мы С Игорем Николаевичем Тогда Думали Как Почему Весь процесс Произошел И почему Нужно уничтожать Элиту Я вам сейчас Скажу Так сказать Может быть Я уже Неоднократно Об этом Говорил И сейчас Скажу Что у нас Точно такая же Трагедия Точно такая же Физически Принцип Такой же Разгон Реактор На мгновенных Нейтронах Было В тысячу Девятьсот Семьдесят пятом Году На первом Блоке Ленинградская Ленинградская Сосновом Бару Только там Она локальна Была А здесь На весь Реактор Тогда Люди Участвующие В расследовании Причина Аварии Все Пришли Написали Так сказать Что Конструкция Реактора Не годится Тогда Какие мероприятия Нужно было Сделать Чтобы Избежать Таких Послед Таких Аварий Все Пришли В Нике Известный Институт Который Сегодня Занимается Быстрыми Реакторами О которых Прорывом Еще Чем То есть Основаны На одной Той же Технологии Бомбовой Технологии Которые Путин В 2000 году Сказал Надо от нее Избавляться На саммите Тысячелетия Вот Вот Мы опять Этим занимаемся Причем Никит И говорят Нет Ребята Если у вас Будет Хоть одно Слово Написано Что Конструкция Неправильная Академик Витя Александра Говорил Что Его можно Ставить На Красной Площади Этот Реактор Оказалось Он взорвался То Мы Не будем Подписывать Не подписали Все это Дело Элита Вот О чем Шла речь Надо делать Безэлитарные Опции Причина В элите И получили Чернобыль После Ленинградского Инцидента Понятно Когда Простых Специалистов Которые Написали Все Элита Не послушалась Начальники То что Называется Понимаете Вот Вся В этом Трагедия Вот Понимаю И самое Главное Понимая Что наш Мир Ядерный По Определению Сейчас Есть Безъядерный Мир Конференция За Безъядерный Мир Но Не может Быть Мир Безъядерным Он Начался Синтеза Ядер Он По Определению Ядерный И вот Надо Его Сделать Безопасный Но Это Другой Вопрос Постановка Другая И вот Поэтому Мы Поскольку Еще Союз Чернобыль Москвы Мы Совместно Академия Геополитических Проблем И Союз Чернобыль Москвы Решили Сделать Комитет Нам Правительство Москвы Выделило Помещение Даже Офис Шикарный 155 Квадратных Метров Мы Там Западном Округе Вместе С окружной Организацией У нас Там Будет Комитет Ну Там Пока Еще Ничего Самое Главное Напротив Водов Ну Ладно Не Напротив Ну Недалек Да Там Пока Стены Так Сказать Надо Его Делать Нам Нужен Дизайн Проект Нам Надо Его Ремонтировать Ну А мы Общественная Организация Наш Денег Нет Вот Поэтому Будем Собирать То Что Называется На Это Средства Необходим Но Самое Главное Так В мире Еще Вопрос Ни Кто Не Ставил Прекрасный Ядерный Мир И Каждый Человек Это Прекрасно Понимает Вот Как С ней Будут Бороться И Все Расфигачит Смотри Какая Страшная Страшнее Чем Ядерная Бомба Ну Не будем Отвлекаться Такую Тетку Не Хулиганьте Вот И Вот Это Очень Вот В В Этих В В Рамках Этого Комитета Мы Будем Говорить Что Давайте Мировое Сообщество Мы Знаем Как Делать У Нас Есть Предложение У Нас Есть Технологии Давайте Только Собираться Не Нужно Как Я Говорил Чтоб Одна Страна Владела А Страна Нет Давайте Делать Так Чтоб Мы Сделали Безопасный Мир Чтоб Ни Один Авианосец Никуда Не Мог Зайти Без Разрешения И Без Контроля Так Соб Этого Не Было Чтоб Не Никто Никакой Чужой Солдат Не Мог Вступить На Чужую Землю Без Разрешения Этого Народа Населяющего Землю Вот О чем Мы Должны Делать Потому У нас Ядерный Мир Должен Быть Безопасным Вот Это Главная Идея И Мы Сейчас Над ней Работаем И Конечно Очень Я Уверен То Что Мы Посчитали Те Программы Ту Технологию Которую Пока Ни Одна Страна Не Владеет Одна Есть Запатентованные Обе Технологии И Ускоритель И Технология Ядерной Реликвидской Энергетики Запатентованы В России Поэтому Естественно Россия Владеет Всем Этим Механизмом И Мы Предлашаем Все Сообщество И Бизнес И Все Занимаются Все Белгейстом Занимается Ядерная Энергетика Ну Не То Немножко Не То Очень Многие Занимаются Но Это Бесперспективно А Вот То Что Мы Предлагаем Это Абсолютная Перспектива И Очень Большие Потом Идут Прибыли Тех Кто Будет Заниматься Абсолютно Большие Прибыли Которые Очень Так Сделаем Такое Что Называется ОАО Всемирная За мир И дружбу Международной Да Не Но Главная Причина Заключается В том Что Не Дают Работу Сейчас Друзья Давайте Попробуем Поговорить На какую Тему Экономика Изобилия Возможно Ли На планете Земля Ведь Автоматизация Производства Все это Как бы Идет 3D Атомные Принтеры Вот это Все Очень Быстро Как бы Придет О чем Говорят Ученые Когда говорят Что Может быть Безденежная Форма Жития Вот Как Мы будем Как Мы будем Существовать И Можем ли Мы Туда Прийти К Этой Точке Значит Естественно Это Автоматически Придет Либо В результате Так сказать Разумных И Плановых Действий То что Люди Поймут Что Должно Быть Созна Безолитарное Общество Вот Я Всегда Привожу Пример Я Всегда Это Понимал В течение Всей Жизни Ну Я Всю Жизнь Был Начальником Небольшим Правда Я Был Начальником Лаборатории У меня Было Два Места Работает И Зам Директора Института Вот Я Когда Был Начальником Лаборатории То Я Естественно Зарплаты Людям Давать Не мог Потому Что Они Централизованно Устанавливаются А Вот Премии Я Значит Говорил Так Мне Вот Выдавали На Лабораторию Премию Я Приходил Мужики Делите Как Вот Напишите Так Два Месяца До Мордовое Дошло Там Крики Были Визги Драки Потом Все Идеально Все Работали Идеально То Лучшего Контролера Чем Коллектив Нет Он Знает Все Никто Ни Копейки Не Украдет Никто Не Обманет Абсолютно Самый Лучший Контролер Это Коллектив Поэтому Перестройка Собственно С этого И началась Что было Предложено Ведь Воровать То было Предложено Потом А сначала Было Предложено Партию Ликвидировать Что было Абсолютно Правильно Потому что Партия Сгнила Еще В 50-е Годы А второе Хозяйственных Начальников Выбирать Я Вот До 80-го Года Работал В РНИ Один Так Называем Сейчас Центр Имени Кел Даже Так Когда Там Сказали Что Будут Выборы Директор Мне Беспрерывно Звонили Приходи Баллотироваться Начальство Естественно Испугалось Выборы Отменили Назначили Сверху И Альтернативную Вещу Или Давай Все Воровать А это Очень Сильный Лозунг Поэтому Мы В течение Этого Времени Переживаем Сейчас Очень Тяжелую Так Ситуацию С Провалом Страны Именно В силу Того Что Работает Тезис Давайте Воровать Все А Не Была Сделана Как В этой Книжке Показано Адекватная Социальная Организация Когда Свободна Не Толпа А Коллектив Который Работает Над Конкретной Проблемой Потому Что В каждой Конкретной Проблеме Член Коллектива Компетентен И Там Он Ошибок Не Делает Поэтому Коллектив Всегда Принимает Правильные Разумные Решения Это Собственно Есть Гарантия Того Что Это Будет Нормально Теперь Можно Ли Это Общество Обеспечить То есть Адекватное Общество Это Общество В котором Отсутствуют Элиты В Которые Человек Индивидуально Свободен А В Общественном Решении Их Жизни Он Руководствуется Разумом Коллектива В Конце Концов Разумом Воли Отца То есть Доминирующей Идеологией Единственной Должна Быть Христианская Идеология Причем Именно Ведь не случайно В Евангелии Человек Назван Рабом Божиим Почему Потому что Раб Божий Это Человек Который Полностью На 100% Руководствуется Законом Божиим И больше Ничьим Только Законами Мироздания Поэтому Он Раб Божий Если Есть Либо Рабство Бога Либо Рабство Греху Да То есть Больше Ничьим Он Рабом Не является Вот Я услышал Очень Правильную Весть Был Ринг Соловьева Там Отец Михаил Выступал С одной Он сказал Что В правильном Обществе Я в эту Книжку немедленно Внес В следующее Издание Он сказал Что В правильном Обществе У человека Не должно быть Ни прав Ни обязанностей Потому что Наличие Прав И обязанностей Вернее Права Как там Это Гарантирует Права И свободы Что ли Я все время Забываю Что нам Конституция Гарантирует Права И свободы Не должно быть Ни того Ни другого Потому что Человек Он Является Рабом Божьим В силу Того Что он Руководствуется Совершенно Строгим Законом И у него Поэтому Есть в нормальном Обществе Только обязанности Вот как В монастырях Там же Никаких нет Прав Там есть Только обязанности У каждого Члена Также В нормальном Обществе Никаких Прав У человека Быть Не должно Должны Быть Только Обязанности Теперь Обеспечение Значит До Примерно 70-х 80-х Годов Мы сможем Обеспечить Полностью Человечество За счет Вот этих Ядерно-релятивистских Технологий Если Начать Завтра Развивать Перестать Валять Дурака Сегодня Нам наша Власть Запрещает Этим делом Заниматься Хоть Удавись Не можем Мы это Продавить Пока Потому что Просто Деньги За бугром Лежат А американцы Не велят Эту технологию Здесь Развивать Хотя Сегодня Уже все Понимают Абсолютно Что Эта Технология Нужна Значит А Если Эту Технологию Сделать То Энергетически Мы будем Обеспечены Полностью Но С другой Стороны Значит Примерно С 70-х 80-х Годов Этого Века Надо Уже Будут Все Промышленные Технологии И Энергетические Переносить За пределы Земли На Земле Люди Должны Только Жить И Более Того И Инструменты Для Этого Дела Опять же Находятся Только В России Так Называемые Ядерные Двигатели У меня Остается 20 минут Я Сейчас Быстро Завершу Сейчас Я Очень Фундаментальную Вещу Скажу Чуть Дополнение По Ведению Вот В эти 20 минут Включите Пожалуйста Представьте Что Вас Смотрят Первые Главы Государств Лидеры Религиозных Конфессий Все Кто Принимают Они Смотрят Потому Что Ваши Тысячи Будут Просмотров Вашего Интервью Вот Этого Поэтому 20 минут И Мы С наслаждением Вас Слушаем Значит Но Дело Заключается В том Что Земля Все равно Не Может Включить Разместить Бесконечное Количество Предполагается Что Будет Жить Примерно 12 Миллиардов Человек А дальше Еще Больше Есть ли Выход Потому Что В принципе Если Представить Себе Что Развитие Идет Все по Той же Схеме Нарастание Массива То Через 5 тысяч Лет Масса Биологическая Масса Людей Будет Просто Равна Массе Земли Что Очевидно Невозможно И Тут Вот Наступает Третий Этап После Космического Это Этап Когда Человек Человечество Вернее Приобретает Потенциал Бога Отца Понимает Как Устроен Этот Мир И Начинает Так же Как Бог Отец Построил Это Мироздание Начинает Строить Еще Одни Мироздания По Своим Проектам Причем Любые Которые Удовлетворяют Любые Потребности Причем Их Может Быть Сколько Угодно Вот В течение 21 Века Люди Должны Познать Фундаментальные Законы Мироздания Которые Уже Технологических Преимуществ Не Дадут Вот Теория Струн Сегодня Которая Изучается Она В технологии Не даст Ничего Но Она Может Нам Дать Законы Как Строить Эти Миры И Вот Это Мы Должны Понять И Наши Власти И Наша Церковь В первую Очередь Должны Вот Этому Вот Обстоятельству Уделять Самое Пристальное Внимание После 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 того Как Человечество Будет Устроено Адекватным Образом И Получит Материальные Основы Для Своей Жизни Надо Будет Бросить Огромные Ресурсы Для Того Чтобы Познать Замысел Создателя Этого Мира Достичь Богословия Подобным Несколько Сложнее Рассматривает Но Единство Человечества Достигается В общении Богом И Друг с Другом В Таинствах Церкви Нетворных Божественных Энергий И Вот Я думаю Что Такой Заинтересованный Фундаментальный Разговор С Божьей Помощью Получится 12 Апреля Дай Бог Это Очень важно Вот Это Надо Людям Бить Потому Что Времени Чем Меньше Тем Быстрее Мы Это Сделаем Тем Меньше Людей Погибнет И Соответственно Больше Будет Потенциал Массив Тем Быстрее Будет Продвижение А чем Дурее Мы будем Сейчас Обвести Тем Больше Народу Погибнет Я вот Что Заметил За всю Свою Жизнь Сейчас Кстати Тоже У многих Коллективах И У многих Так В любом Коллективе В самом Большом В самых Крутых Фирмах У меня Есть Знакомый Где Я Интересовался Вот У вас есть Коллектив Есть Сколько Там Адекватных Людей Вот Которые Основой Является Коллектив 8-10% Вообще 8-10% Но Тем Не Менее Каждый Свою Функцию Несет Поэтому Мы Должны Процент Увеличивать Обязательно Увеличивать Здесь Очень Интересно Православный Приход Община Это Пример Здорового Коллектива Вчера Мы были Фрэмми Святой Троице Я Вам Примен Я Вам Приведу Так Свои Собственные Примеры Настоятель Он собирает Верующий Неверующий Он Собирает Весь Микрорайон Вокруг Церкви Например Честовать Супружестве Пары Которые В браке Прожили 25 Или 50 Лет И собирается Весь район Делаться Сцену Храма Это Коллективизм По нашему Соборность Появляется В жизни Отдельного Конкретного Района Москвы Весь народ Приходит Даже Коммерсанты Приезжают И всем Бесплатно Кормят Мороженым Вот Да Появляется Такое Ядро Здорового Общества Вот Я Вам Приведу Абсолютно Реальный Пример Который Был Моего Друга И я Это Все Применял Самый Простой Вот Есть Бригады Каменщиков Там Есть Каменщик И Подсобник Каменщики Шестого Разряда Это Уникальные Люди Мало Они Ценятся Везде Они Высокие Зарплаты Получают А Когда То О чем Игорь Николаевич Начали До Восемьдесят Седьмого Года До Возникновения Кооперативу Начали Это Все Применять Промышленно То есть Строители Везде Начали Бригады Подряд КТУ Коэффициент Центрного Участия Бригады Стали Ты там Выпивал Ты не Выпивал Ты Каску Одевал Ты не Одевал Так вот Оказалось Приходят Так сказать Наряды Приносят И оказалось Что У каменщика Шестого Сами делили Зарплату Бригады Сами делили У каменщика Шестого Зарплату Точно Такая же Как у Подсобника Который Раствор Месяц Естественно У меня Вася Вася мне Говорит Валерий Ну как же Почему Он нас Двоих Один Обслуживает Двоих Каменщиков Обслуживает Один Он же Сейчас То есть Мы же Больше стали Зарабатывать Он успевает То есть Чего он хочет Сказать Он хочет Сказать Что в нормальном Обществе Каждый Человек Ценен Каждый Ценен Вот тогда Уже Мусора Не существует И люди Самый Лучший Всего Коллектив И оценивает Я вот К этому Пример Подпривел Лучше Коллектива Никто Друг друга Не оценит У меня были Такие Которые Я Всегда Говорю Ребята Я начальник Моя задача Дать вам инструмент Дать чертежи А вы Должны работать Вот ваша зарплата Вот она Смете нарисована Но если кто-то Выдну Это я выгоню Через 5 минут Они сами За этим следили Сами И у меня Был такой Случай На Южной Украинке Знаете Каски Носить Ну как-то Без Каски И у меня Был случай Когда парня Ударила Каска Прогнулась Вот Именно Здесь Прогнула С Каской Я конечно Вообще Был в шоке Мне прибежал Прорабый Товарищ Там Так и так Увезли в больницу Приезжаю в больницу У него все в порядке Каска спасла И после этого Я ни единого Своего Рабочего Без Каски Не видел Не единого То бы не приходилось Гонять Уговаривать не надо Понимаете Вот Я вспоминаю Сюда пословицу Пока Петух Жадный Не клюнет Мужик Не перекрестится Поэтому если Касается Главам Государств Бизнесменам Бизнесменам Давайте уходить Давайте изучать Давайте делать Наш ядерный мир Очень сложный В этом плане Очень опасный Если мы будем Глупости делать Давайте делать Его безопасным И по известной Поговороте Сначала Перекрестим Совершенно верно Это ядерный мир Только на первом этапе Потом мир На базе космоса А потом Иррациональный Это у нас шутка Это у нас шутка Марс будет Канонической территорией Московского Патриархата Патриархата Да И Либералов Путы они пустят Друзья Скажите пожалуйста Но ведь планета Она много национальная И много религиозная Что будет происходить Вот вы только что говорили Вот закон Ома Помните Ведь никакая религия Не спорит с ними Я проще объясню Никакая религия Я проще объясню Вот я Нас по линии Чернобыля Возили В Израиль Много раз И обычно там вот В гостинице когда сидишь Обычно Равен приходил Для Так сказать Бесед С приемшими Чернобыльцами Ну и после одной из бесед Я его спрашиваю По простому Говорю Вот скажите мне Значит Вы все время вот С мусульманами Деретесь Значит У вас Создатель Един Един Вы что Деретесь Из-за того Как он называется Да ну нет конечно Не из-за этого мы деремся Из-за собственности Ну это конечно Упрощение Поэтому Если Это не упрощение Это не упрощение Это суть Потому что Драка из-за этого Потому что Если Мы Сумеем договориться В материальной сфере Как нам жить В области религии Мы очень быстро Придем К универсальным результатам Да никто У всех же Потому что Основные религии Говорят О едином создателе Другое дело Что Другим Религиям Еще придется Вбить в голову Что они К сожалению Отрицают И что Их Пророкам Не было дано Это божественная Сущность Человека Поэтому На полноте Богообщения Общения человека И Бога Знаний Троицы И троичности Задач Человеку Стать Богом Конечно И существует Наша универсальная Православная вера И поэтому Ответ Вопрос О других нациях И религиях Кроется В универсальном Характере Основанной Христом Православной Церкви И этот универсализм Не отрицает Национальную идентичность А преображает их Нет конечно Конечно Я еще раз повторю Вот эту основную вещь Что основное Отличие От других Религий Признающих Бога Создателей Этого мира Заключается В том Что православие Признает Богосущность Человека И его Фундаментальность И я думаю Что когда Человек Любой Религии Познает Основные Законы Этого мира То есть Науку Он с этим Согласиться Не имеет Давайте Сейчас встретимся Двенадцатого И это будет Начало большого пути Веры и науки Да Кстати Вот у нас На сайте В Академии Так сказать Наук Есть статья Наша С Игорем Николаевичем Можете посмотреть Я визитку дам Там есть Сайт Академии И сайт Где можно Скачать его Работу Вот эту книжку Вот Значит И там Есть статья Такая Точки опоры Помните Путин Был в Академии Наук Да Вот Я не знаю Он в этом плане Часто Достаточно Туда ходит Я не знаю О чем Там идет Речь Как Что У нас Конечно Академия Наук К сожалению Тоже Как и все Общество Больно Ну давайте Не ругать Давайте Воздерживаться Пусть Это История Ну тем Не менее Давай Не рассказывай Про Фортова Все Слили Фортова Нет Ну мы просто С ним Общались Мы Слышать Он вообще Работал У нас Просто Работал Мы Его Знаем У нас Даже В нашей Команде Работает Его Учительница Поэтому Все О нем Знаем Ну ладно Это Дело Не в этом Ну там Точные Проблемы Есть И вот Там Есть Такая Точки Опоры На что Должна Опереться Власть Вот Пусть Почитает Эту Статью Власть Должна Опираться Только На Строгую Науку Вот Когда Власть Опирается На Шум пошел Глазева Вроде Там Собираются Сделать Дай бог Дай бог Конечно Дай бог Но не дадут Люди Которые Мы набираем Не либералами А либерастами Их надо правильно Назвать Ну вот В этом Смотрите В этом журнале Их рупор Который обещал Устроить Новое Гонение Невзоров Прямо пишет Что Россия Расчленена И что Это якобы Неизбежно Я Я очень Не люблю Дураками Людей Называть Но всегда Говорят Когда человек Дурак А еще Дурак С самомнением И с инициативой Это вообще Кошмар Давайте Продолжим И получим Хороший Поэтому мы должны Спокойно Готовить Мероприятие Которое Вы Замечательно Придумали Я не знаю Как оно у вас родилось Мы над этим Так сказать Думали Коллективный разум Отлично Отлично Женщина же наверняка Придумали Конечно Никогда не допил Естественно Игорь Николаевич Есть у нас ученые Разработчики Работают в области Эфира Как раз сложных Материй Они могут С вами Связаться Есть разработчик Эфиры динамики Ацековские Ритмы динамики Маляк Ручку Притащи В плане прогнозного Власть должна Опираться на строгую науку А в духовном Нарастном На церковь И так будет гармония Церковь должна Просто сказать Очень жестко Наука Это закон Божий Не чешите Больше Я Кирилл Примерно так и говорит Ну Дорогие друзья Мы встречались Господин Настрицовым Как это Что Вы все слышали Наша задача Чтобы Вы Слушали Смотрели Думали Продумали Решения Мы ничего не навязываем Значит Законы этого мира Есть закон Просто Как паровоз Ох Я визит Забыл Я оставлю Визит И вам Остается Четыре минуты Какая у меня Идея Я провожу Социологический Эксперимент Что Чем больше Будет прямых Вот таких Вот эфиров И чем больше Люди будут Видеть Какие задачи Мы ставим Тем больше Они будут Присоединяться К нашему движению Когда нарастет Некая критическая масса Людей Вместе Объединенных Которые Ваш ролик Просмотрел Там Миллион человек И 100 тысяч 200 тысяч Написали письмо На определенном Об одном сайте В этом случае Вся действующая власть Отреагирует Ну конечно И будет Куда надеемся Вот Вот этот инструмент Мы и проводим Все дорогие друзья На этом пока Стоп снят Глобальная волна Готовимся К 12 апреля День космонавтики Мультимедийное Онлайн Заседание Конференция Русский прорыв Русский прорыв Мария Наша ведущая Соведущая Как называется Русский прорыв Русский прорыв О А почему Вы решили Что вдруг Русский прорыв Вы подали Почему Вы же Что-то знали Есть Есть инсайдерская информация Есть Мы уже много лет Ходим на физические семинары Так И я записал на видео Очень много людей Которые говорят Мы утверждаем Что Россия Лидировала Лидирует И будет лидировать И будет лидировать Во-первых Потому что она православная Спасибо Во-вторых Просто мы сами себя Вы знаете Мы не ценим Характер нашего народа Менталитет Мы себя часто стягаем Поэтому я не буду подписывать Это неплохо Да Мы самокритичны Мы самокритичны Хотя у вас У меня нету визитей Ярослав Ярослав Старухин Они мгновенные Они мгновенные Это да Они очень мгновенные Самое страшное Конечно Я не знаю Не для эфира Не для петь Не для это Я вот лет Семь или восемь Вот я помню Предложил Как фамилия Старухин Старухин Пример Со всемирного Еврейского Ну да Я уже Ручку Неудобно Вы не читали Устав Всемирный Еврейский Конгресс Не читали Устав Нет Почитайте Я прочитал Когда этот Устав Это такой Жесткий Устав Всемирного Еврейского Конгресса Устав КПСС Какого я тоже Не хорошо Знаю Он даже Никуда не Ходится Там такой Жесткий Требен И нам Надо Себ Создать Всемирный Не еврейский В скобочках Гойский Конгресс Как вам Подписывают Ну я вам А когда Гойский Сделаем Ну взял За основу Всемирный Еврейский Конгресс Устав Всемирный Еврейский Конгресс Ветхий Завет Христос Закрыл Нет Ветхий Завет Христос Закрыл Ветхothes Завет Просто закрыл Нет, хотя там бы он подводил к новому, да, потом дальше, ну, точно, формулировка такая, вот вы, что за портрет, это основатель портрет, основатель академии генерала Палия, сейчас вот эту книжку, основатель академии, да, фамилия? Палия, я сейчас имя учиться не помню, мы молодые члены академии Сергея Николаевича, поэтому, так вот, светским заветом, ситуация, значит, потому и было два пророка, основных, Моисей и...